Вчера на интернет-канале «Рупор Москвы» появился сюжет о выселении жителей, общежития Министерства обороны, находящегося на улице Большая Пироговка в городе Москве. Позвольте себе прокомментировать сложившуюся ситуацию с учетом своего горького опыта. Как бы пошло ни звучало, Конституция Российской Федерации гарантирует гражданам Российской Федерации право на жилье. Причем органы государственной власти обязаны создать механизм для реализации этого оправа. В постановлении Пленума Верховного Суда о применении Конституции указано, что Конституция Российской Федерации применяется при разрешении каждого судебного спора. Если в судебном решении, которые состоялись в отношении жителей Пироговки, не указано, где будут проживать жители Большой Пироговки, которые не имеют другого жилья, то решение суда однозначно противоречит Конституции Российской Федерации и нарушает их Конституционные права. Единственная судебная инстанция, которая проверяет судебные решения на соответствие Конституции Российской Федерации, является Президиум Верховного Суда, то есть надзорная инстанция. Добраться до этой судебной инстанции практически нереально, даже если будет подана надзорная жалоба, еще не факт, что судьи Верховного Суда примут ее к производству. К сожалению, вынужден констатировать, что жители Большой Пироговки в судебном порядке не смогут защитить свои Конституционные права. В аналогичном положении оказались, пожалуй, тысячи семей и военнослужащих, и работников Министерства обороны, которые утратили связь с Министерством обороны. На протяжении нескольких лет Департамент жилищного обеспечения Министерства обороны с помощью судебных решений вышвыривает людей из служебного жилья. Причем, как правило, эти люди другого жилья не имеют. Учитывая то, что к подобной ситуации подключилось Главное военно-политическое управление Министерства обороны, скажем так, в этом напрямую замешан Министр обороны Российской Федерации, Герой России Шойгу, потому что Департамент жилищного обеспечения Министерства обороны подчинен одному заместителю Министра обороны, а Главным военно-политическим управлением Министерства обороны, другой заместитель Министра обороны, генерал-полковник Картополов. Как раз тот самый Картополов, который в 2018 году санкционировал применение пыток в отношении меня. И то, что Главное военно-политическое управление Министерства обороны беседует с жителями Большой Пироговки, так это всего лишь способ их успокоить и, скажем так, мягкое давление на то, чтобы они прекратили свои акции протеста. Что касается обещаний Москальковой рассмотреть и решить проблемы жителей Большой Пироговки, скажу прямо, у Москальковой нет никаких механизмов воздействия на Министерство обороны. Вообще никаких. Более того, мне неизвестно, чтобы Москалькова или ее представители вышли хоть один какой-нибудь судебный процесс и выступили на стороне граждан, чьи конституционные права нарушаются. Таким образом, Москалькова просто старается замять конфликты и утихомирить жителей Большой Пироговки. Подводя сказанное, фактически на примере жителей Большой Пироговки можно сделать вывод, что ситуация в отношении их выселения из жилья в никуда демонстрирует истинное лицо. И государство, и Министерство обороны, и судебная система. Напоминаю, что министр обороны Российской Федерации Шойгу является лучшим другом президента Российской Федерации. И то, что вышвыривание людей на улицу, даже тысяч людей на улицу, за благословление министра обороны, сойдет ему, скорее всего, с рук. И даже администрация президента, и президент Российской Федерации, даже если об этом узнает, скорее всего, никак не отреагирует. К сожалению, вот так вот выглядит правовое государство, которое мы называем Российской Федерацией.